Специально для Глич и группы Ван Гог за тушенку. Ох, что сейчас замутим? Давно вынашивал эту идею, и наконец руки дошли до Пеннивайза. А что мы будем с ним делать? Вот об этом давайте сейчас по порядку. Когда-то давным-давно я замутил себе хромакей и скрашенный солдатской простыни и листа фанеры. Таком толком нифига я не пользовался, он просто стоял у меня и собирал пыль. Ну вот именно поэтому, значит, его в расход. Ткань мне уже не понадобится. А вот фанера это как раз-таки то, что мне нужно. Думаю, вы уже догадались. Да, я буду рисовать на ней. Но для начала ее стоит хорошенько прогрунтовать, чтобы краска не впитывалась и не блекла по финалу. Я дал заготовке небольшой белый оттенок, дабы эскиз был более заметным на ней. В этот раз не стал заморачиваться с трафаретами, а решил по Шурику перевести клоуна, используя только проектор и обычный карандашик. Этот вариант подходит только для темных помещений, ну или когда уже на улице достаточно стемнело. Короче, я расчерчиваю все слои, чтобы потом можно было сориентироваться, где заканчивается один свет и начинается другой. Это, кстати, занимает не так много времени, как может показаться. Я потратил на это всего около 30 минут. И даже если я что-то пропустил, то ничего страшного. Это легко можно будет дополнить потом. Чтобы не ковыряться с этим здоровенным листом фанеры, мы с Рамой решили сразу же вырезать персонажа по контуру. Так с ним будет намного проще обходиться в дальнейшем. А вот чтобы вырезать все эти промежутки внутри, тут удобнее всего, наверное, будет сначала засверлиться, а уже потом спокойно пропылить по этим точкам. А я так смотрю, у Рама отлично получается. Поэтому львиную часть всего выбили лун. Ну а я уж так, чем смогу, тем помогу. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Поэтому вот... Ну а дальше-то что? Ну как бы, да. Вот как будто он сидит на нем. На этом ящике. Как будто он сидит на этом ящике, но еще суда-то как-то у меня должно быть. Ну как минимум, да. Так, нужно, чтобы вся эта конструкция уверенно держалась на горизонтальных поверхностях. Ну это, грубо говоря, на полу. Мутим специальную подставку, чтобы все было прям шинчинарем. Так, ну это получается вот. Она стоит вот так. Это стоит вот так. Это вот так. Она будет находиться сзади, поэтому по визуальному виду заморачиваться вообще не будем. Грубо. Саморезы, гвозди. Приступим к рисованию. Ну я так смотрю, здесь довольно много серого цвета. И одним оттенком я явно не обойдусь. Ну ничего страшного. Замешаю столько цветов, сколько будет нужно. Не проблема. Ориентируясь по изначальному эскизу, я постепенно закрашиваю нужные участки. Базируясь на первом замесе, расширил палитру еще на несколько оттенков. Это поможет создать глубину и объем. Но пока это малозаметно. Разумеется, это заняло мне не один вечер. Да я особо и не торопился. Делал все планомерно, получая от процесса искреннее удовольствие. Сейчас важно нанести все цвета, не оставляя незакрашенных промежутков. Мелочами и детальками буду заниматься уже потом. Когда глаз замыливался, я оставлял работу. Как раз и красочка подсохнет, и свежим взглядом потом на него взгляну. По-моему, самое важное в нем это лицо. Вот над ним надо хорошенечко так покорпеть, чтобы никаких вопросов не оставалось. Походу я много чего в нем переделывал, пока не был доволен результатом на сто процентов. Шел третий день работы. Тут уже не палитра, а мясо какое-то. На подмогу подоспели девчонки. И помогли мне немножко зафиналить. Ну и слава богу, потому что, честно сказать, я что-то подзаебался. Нормально. Все уже подходит к концу. Носик надо будет зажать себе, потому что сейчас будет весело. Итак, собственно говоря, кульминация. Ради чего мы все это делаем? Расскажу по дороге. Нам уже пора выдвигаться. Ну да, заснимешься, но попой же. Вот там. Дай треналин, пожалуйста. Пластырь, а бейсбол. Чего мы это? Петрогрелец. Да, нет. Главное, что звоните. Оф, Офка. Оф. А куда мы идем? Значит, тема такая. Помните, я однажды рассказывал вам про заброшенный дом, который обнаружил этой зимой? Так вот, там на первом этаже есть комната. В ней нет ни единого окна. Ну там, там вообще ничего нет. Темное квадратное помещение. В центре я хочу посадить нашего ужасного клоуна. Думаю, реакция неподготовленного человека, встретившегося лицом к лицу с Пеннивайзом, будет весьма неоднозначной. Правда, жалко, я ее не увижу. Неправильно пошел, Сережа. Болоту какое-то. Нет, все, прям по прямой, по прямой. По прямой. По прямой. Блин, ну вот здесь сразу нельзя пройти. Вон он. Позоветись, Сережа. Вон он. Не кричи. Настя. Вверху прошел. Иди пошел. Мы на месте. Но осталось только закрепить его. Стрит-арт явление многоликое. И иногда даже способно не на шутку испугать. Полотен! Полотен! Да, спали! Кто-то стоит! Там кто-то стоит. А ну пошли отсюда, махуй все! Кто-то Продолжение следует...